Неправильный режим питания, малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, которые резко снижают уровень защитных свойств организма. Плюс генетическая предрасположенность и врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Всё это может привести к болезням органов пищеварения. Если вы почувствовали недомогание, то лучше не затягивать с походом к врачу. Самая ненавистная часть моей работы – это выявление онкологических заболеваний. Очень тяжело всегда сообщить об этом пациенту. Буквально позавчера в Ставрополь у меня был такой случай, когда на протяжении 6 месяцев болел желудок у пациента, 62 лет. Ну и всё казалось, что авось пронесёт. И вот эта наша привычная авось, к сожалению, не всегда работает. Таких примеров в практике гастроэнтеролога Ларисы Чагаровой немало. Она напоминает, что любую болезнь легче лечить на ранних стадиях, нежели иметь дело с запущенными формами. А лучше всего и вовсе предотвратить заболевания. Иногда для этого всего-то и нужно правильно питаться, ограничить употребление жареных, жирных и острых блюд. И, конечно, меньше есть фастфуда. Пусть он внешний и аппетитный, но в буквальном смысле может быть напичкан химией. Я в своей работе выделила два механизма, вернее, две чумы нашего времени. Это ожирение, метаболический синдром и дефициты, дефицитные состояния. Когда уже пациент входит ко мне в кабинет, я примерно могу предположить дефициты железа, витаминов группы В, В12 и В9, фолиевая кислота, витамин Д, тотальный дефицит. Это всё проблема даже не столько качества пищи в данном случае, а именно усвоения. Ни для кого не секрет, что пищеварительный тракт играет очень важную роль в жизнедеятельности организма. С его помощью мы получаем витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, клетчатку, полезные кислоты. Часть из них служит строительным материалом для клеток, обеспечивает нас энергией. Другие вещества способствуют бесперебойному функционированию всех органов и систем. Поэтому так важно следить за тем, что у нас в тарелке. Есть понятие цветная тарелка. Она очень красочно звучит и на самом деле вполне применима к жизни, потому что это овощи. Ровно половина тарелки, если мы себе представим, это овощи, это зелень. Вторая половина – это углеводы, крупы и, соответственно, белок. Это рыба либо мясо. Раньше жителям республики, чтобы получить консультацию у Ларисы Хаджиевны, приходилось записываться к ней на приём в Ставропольский краевой диагностический центр. Но теперь нет необходимости преодолевать сотни километров. Доктор принимает пациентов и в Черкесске, в лечебно-диагностическом центре «Витамет», что расположен по адресу Парковая, 52. Клиника «Витамет» объединила многих высококлассных специалистов и сотрудничает с именитыми докторами из соседних регионов. Здесь вы можете пройти комплексное обследование. Приходите и будьте здоровы!